драгоценное приветствую вас я еще в астрахани и у нас пока еще утро и я хочу передать вам послание об исполнении духом святым наша конференция которую мы проводили в астрахани называлась юбилейный шафар и вы знаете когда но делал рассылку рекламы то я там написал конференции юбилейный шафар но знаете через несколько часов я увидел что мой телефон но вы знаете что он сам бывает печатает как бы добавляет определенные слова когда думать что я именно хочу написать именно так он написал юбилейный шафар он написал юбилейный шофер и вот драгоценное я только через несколько часов это обнаружила думаю господи надо быстро менять потому что ну как бы сказать кощунство вместо того что такое высокое название юбилейный шафар она поменялась на юбилейный шофер но эти были знаковые вещи как ехали сюда к пастору сергею нас вез таксист и просто я его спросил как вас зовут и долго ли нам еще ехать в конечном итоге но вы знаете что получилось из этого он принял иисуса христа своим господом и спасителем и он на самом деле стал вот этим юбилейным шофером это просто был знак что конференция была живая что на самом деле принесла плод потому что во время конференции также еще папа покаялись на сколько у нас там трое пацанов которые участвовали в перевозке нас на моторках на остров и когда на самом деле проходят такие конференции когда спасаются люди это просто одно великое благословение это умиление для каждого из нас потому что исполняется воля господня я заметил что нам нужно обратить внимание почему в деяниях во второй главе господь выпустил учеников своих апостолов аллилуйя тех 120 человек для того чтобы они прошли по иерусалиму по самарию и до краев земли исполняя волю господню именно в пьяном состоянии именно переполненными духом святым все произошло именно потому что как еще мы в мире говорили пьяному море по колено и вот точно так же я вспоминаю когда были вот эти первая вторая мировая война и мы просто читаем историю и видим что давали бойцам спирт для того чтобы они шли в атаку чтобы они ничего не боялись но это было совершенно другое вино там если людей убивали то мы наоборот людей воскрешаем аллилуйя и там если мир спаивал нас то здесь наоборот исполнение духом святым которая на самом деле производит такие плоды и я вам обязательно вот сейчас смотрите прочитаю как пишет апостол павел всем известные стихи для того чтобы мы поняли что господь хочет и как хочет чтобы мы исполнялись духом святым во первых написано в 15 стихе о том чтобы мы дорожили своим временем потому что дни лукавы а потому что проходит день если ты не исполнен духом святым это относительно тому что этот день потерям и так смотрите поступайте осторожно никак не разумны но как мудрые дорожа временем потому что дни лукавы и так не будьте нерассудительны но познавайте что есть воля божия и вот как познавать эту волю божию познавать волю божию можно только исполнением духом святым и не упивайтесь вином от которого бывает распутство но исполняйтесь духом назидая самих себя псалмами и словословиями и постопениями духовными паяя воспевая в сердцах ваших господу и мало этого еще благодаря всегда за все бога и отца во имя господа нашего иисуса христа авилуя слава господу богу поэтому посмотрите на что сделал с учениками господь и какой они понесли плод в один день родилось 3000 человек в другой день родилось 5000 человек это все из того что понимаете наш разум он просто отключается от тех вещей а как я подойду человеку а что я буду делать пьяному как я сказал уже море по колено аллилуйя поэтому если мы хотим быть вот этими юбилейными шоферами о котором я говорил самого начала который принял у нас иисуса христа своим господом и спасителем как знак того что конференция она состоялась точно также и нам нужно двигаться как ученики я вспоминаю 1 царств первую главу где она которая не могла забеременеть она пришла в храм начал молиться и священник или посмотрел на него горит то что пьяная пришла в храм и она сказал я не пьяная пришла в храм я изливаю душу свою перед господом и вот конечном итоге или когда увидел серьезность вот этих намерений и что она пьяная от духа святого он сказал будет по тем словам и по тем желанием которые в твое сердце и она родила не только пророка самуила она родила еще и братьев сестер после всего этого точнее к прибавлению к пророку самуилу поэтому драгоценное аллилуйя господь говорит исполняйтесь духом святым для того чтобы на самом деле не было никаких препятствий потому что исполнение духом святым вот это пьяное состояние в духом в духе святом она просто убирает все препятствия все проблемы убирает все завесы которые поставлены нашей душой нашей плотью аллилуйя и драгоценное и тогда мы на самом деле понесем плод духа святого который написано в галатах 5 главе поэтому драгоценное примите это послание исполняйтесь духом святым аллилуйя потому что нас ждут люди на улицах в магазинах на наших работах аллилуйя и это мы можем исполнить не в трезвом состоянии это могут исполнить только люди которые исполнены духом святым которые пьяные выходят на эти дороги для того чтобы исполнилась воля господней мы были благословлены и понесли плод в нашей жизни люблю вас всех благословений до новых встреч спасибо всем кто был со мною с богом